Всем привет! С вами снова я, Димас. Вы на канале Клукс Браза Хукс. Захотелось нам какой-то экзотики такой интересной. Ничего не придумали. Полез в холодильник, в морозилку нашел старое сало. Прям оно пахнет. Если у вас есть такое же сало, можете его выкинуть просто. Либо использовать как свечу, там, вытопить, там, вставить куда-то, я не знаю. Либо воспользоваться нашим рецептом. Для вас сегодня мы приготовим закусочек такой небольшой. Ну, как бы можно это из свежего сала сделать, но мы нашли взлежавшийся. У нас вот зеленый, это такое уже. Ну, вкусно пахнет сало, но везде сало. В мороз руки, кстати, хорошо натирать им, не так будет холодно. Я думаю, это рязанское даже. Ну, как бы кто-то угостил нас, солили, кинули и лежало. В первую очередь, мы красное мясо это не будем использовать. Во-первых, наверное, в блендер его не возьмет. Вот. И во-вторых, оно, ну, оно уже, мне кажется, невкусное. Мы его срежем аккуратненько. Тут часть осталась, потому что, вот, это все кошечки у нас едят. Мне кажется, им будет прекрасно. Может быть, даже я съем сейчас, закадрим, посмотрим. И нарежем наше сало на мелкие кубики. Блендер, я думаю, должен взять. Также мы добавим чесночок. Пару зубчиков. Сало, конечно, чесноком делалось, естественно. Но мы еще добавим немножко. Также немножко возьмем петрушечки. Часть оставим на украшение. Немножко ее порежем, чтобы удобно тоже она блендернулась. Вот, все это добавим. Сало, кстати, не слишком соленое. Так что мы чуть-чуть добавим нашей вкусной соли. Вот, ребят, ну и блендеруем наш сальсо с нашими специями до состояния пюре, так называемого. Пробуем, что у нас получится. Вот, ну, смотрите, сальсо у нас, в принципе, блендер берет с нагрузкой. Ну, такой получается у нас именно сало. То, что надо. Даже попробуем. Да, соли хорошо. По соли хорошо. И дальше еще делаем бленд. У нас почти вот провернулось все. Переобразное состояние превратилось. И мы добавляем нашу горчичку где-то одну чайную ложечку. Хотя можно побольше. Эта горчица дижонская, она не такая ядреная, как русская наша. Где-то получается две чайные ложечки. Кто как любит горчицу, на самом деле. Если вы не любите, можете добавить чуть поменьше. И дальше начинаем бандеровать. Все, ребята. Ну, по виду, вот, вот я открыл. Это майонез. Смотрите, это вообще, ну, блин. Это вообще крутая вещь. Старое сало. Реально старое. Ну, чеснок, петрушка, горчица. Наверное, сделали свое дело. Ну, мне приятно. Прям вот я нюхаю. Как бы вот оно пахло. Оно пахнет вот этим. Старой свиньей. Такой залежавшейся уже. Я не знаю, год-два оно лежит у нас там. Кошки же не едят, на самом деле. Такое сало. Ну, как бы вот сейчас будем пробовать. Я ему говорю, гостей накормить, мне кажется, всегда таким салом приятно. Дальше берем бородинский хлеб. Как бы если у вас есть большие буханочки, можете большие использовать. Мы купили вот миниатюрный такой. Вообще весь в кориандре, смотрите. Не жалеет просто кориандра. Я не помню, чтобы так хлеб обсыпали бородинский. Ароматика вообще хорошая. И тоненько-тоненько. Для этого нужен острый нож. Где-то пару миллиметров. Вот такие вот макаром. Вы нарезаете хлебушек. Так называемый сальный пирог. Торт можно его назвать. Но идеальная закуска будет. Чуть толще можно нарезать, если у вас получается. Не страшно. Где-то примерно 10 ломтиков у вас на один пирожочек. И все вот наши части, в такой же последовательности, мы намазываем нашим салом. Которое мы приготовили, бандернули. Прям майонез реальный. Очень-очень. Прям майонез реальный. Очень-очень. Прям пюрешечка. Вот. И аккуратно намазываем каждый кусочек. Если хотите, можете больше намазать. Ну, мне кажется, вот небольшой слой. Он даст пикантность нашему бутербродику. Оп. Выкладываем второй. И каждый последующий тостик, вот 10 у нас кусочков, мы намазываем тонким слоем нашего сала. Если вам нравится сало, и оно у вас свежее, не как у нас, можете больше намазать. Ну вот, друзья мои, у нас получился такой вот тортик. Бородинско-сальный. И мы как бы разрезаем его нискосок. Вот так у нас он получается в разрезе. И незаметно, что это. Но это, да, можно посмотреть, как коржи. Очень эротично. Вот. И для пикантности мы добавим чуть-чуть томатов вяленых сверху. Чуть-чуть нотку Турции, Испании. Не знаю, откуда они-то. Надеюсь, они вкусные. Самое главное. Несколько веточек петрушечки. Чуть испугаемые. Она сразу дала ароматику такую. Такой вот бутербродик у нас получается. Сейчас будем пробовать, что у нас получилось. Вот. Очень мило смотрится. На запах. И как раз, ну, естественно, под этот бутербродик, как не выпить 50 грамм. Для вас такой вот бутерброд, если у вас что-то залежалось там, невкусное сало, подходит в морозилке в своей кончине. Так сказать, можно использовать, сделать всего из бородинских хлебов. Можно обычный хлеб. Кто любит с белым. Некоторые сало любят с белым, кстати. Очень вкусно, кстати, сало с белым. Ну, бородинская, это классика. Под классикой, естественно, 50 грамм. Ваше здоровье. Всем приятного аппетита. С вами был Димас. Оператор Антон. Нежнейшее старое сало. Это великолепно. Просто, ребята, это реально как торт какой-то. Я ем сейчас, ну, не поверите, но это прикольно. Я не ожидал такого. Мы реально с оператором в шоке. Мы ржем. Стоим сейчас, вдруг, на груз морем. А бутерброд, ананас. Это очень вкусно. С томатами. С петрушкой. Тут 50 грамм не обойдется. Тут надо больше. Так что, у нас все осталось на 3 бутерброда. Куча сала. Будем продолжать. Так что, всем хорошего вечера. Всем приятного аппетита. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Мы рады всем. Пока-пока. До свидания.